Угроза паводков и подтоплений сохраняется. Об этом сегодня докладывают Александру Ткачеву на краевом селекторном совещании. Губернатор принимает решение перевести специальные службы в режим максимальной готовности. Плюсовая температура, растаявший снег, как следствие, некоторые реки выходят из берегов. Несколько районов края оказались в зоне паводков. Больше всего пострадал северский. Вода зашла в десятки домов и дворы. Здесь очень важный момент, на который я хочу еще раз обратить ваше внимание. Это помощь подтопленцам. Не оставлять людей в сырых домах. Это мое требование. Детей и стариков сразу в сухие помещения, в тепло. А дома надо сушить в экстренном порядке. Посмотрите какая погода на дворе. Не дай бог сегодня мороз ударит и конечно все сразу вокруг обледенеет. Это все очень опасно. И мы это проходили с вами уже. Сейчас вода сходит. В поселках и станицах открыты пункты временного размещения, но многие люди отказываются покидать свои дома или переезжают к родственникам. Александр Ткачев дает четко понять главам районов. Если ситуация потребует, придется лично обходить дворы и предупреждать людей об угрозе подтоплений. Под дворовые обходы сделайте. Осмотрите каждый дом. Не такой уж большой объем работы. Можно и лично проехаться, посмотреть, убедиться, что все нормально и поддержать людей. С начала года погода испытывает Кубань на прочность. Кроме паводков на край обрушились морозы. В некоторых районах было почти минус 30. Снегопад и гололед. Непогода сразу показала сильные и слабые стороны коммунальных служб, говорит Александр Ткачев. В целом регион удачно справился с сюрпризами Небесной канцелярии. Хорошо разобрались с расчисткой от снега центральных улиц и главных магистралей. Но до второстепенных дорог руки почему-то доходили не всегда. Нужно уходить сегодня от дедовских методов, чистить тротуары лопатами. Сегодня достаточно механизированной малой механизации. И мы будем требовать при размещении контрактов как на краевых, так и на муниципальных наличие этой техники. Тем, кто не обращает внимания на жалобы пешеходов и водителей, губернатор предлагает на своих двоих в гололед и снегопад добираться до работы, которая в этом случае наверняка пойдет быстрее. Я уверен, чем дальше от центра, там вообще завал. Ни техники, ничего. Снег сам растает, ничего страшного. Чтобы ручьями бежать, грязь и так далее. Меня это возмущает. Работу надо проводить вовремя, на профессиональной основе, а не так абы как, спустя рукава, лишь бы отчитаться, лишь бы сделать, галочку поставить и так далее. Слушай, это уже не то время, это уже не интересно, в конце концов. И самое главное, никому не надо. Я неоднократно об этом говорил вам. И лапшу в том числе вешать мне тоже не стоит. Не справляетесь? С нашей помощи просим. Не справляемся, смотрим и учимся у тех, кто у кого получается. Слава Богу, уже опыта много, предостаточно на территории края. По ликвидации всех через. Вопросы у губернатора появились и к краевому управлению Автодора. Еще до нового года дорожникам было поручено убрать от мусора обочины на участке федеральной трассы М4 Дон. Мини-свалки можно увидеть до сих пор. 29, 30, 31 декабря порядок, в принципе, был наведен на этой стройке в участок Кореновский, Денской район. Вот этот новый наш генподрядчик, который зашел взамен того, ну, наверное, еще не привык работать на территории Краснодарского края. Кураторы выехали на место, видели то, что, ну, принимаем, это действительно наша вина. Я думаю, что, ну, к понедельнику вылежем мы эту дорогу. То есть, просим вашего согласия применения мер прокурорского реагирования к виновным, считаем, что это обоснованно будет, и заслушать руководителя федерального агентства не позднее, чем через неделю, и получить его заверение, поскольку объяснение в отношении меняющихся подрядчиков не снимает ответственности собственника. Разбираться будут и с теми, кто несет ответственность не только за федеральные трассы. Это касается всех трасс, дорог, подъездов, выездов из края. Напоминаю, это лицо края. Это имидж нашего региона. И мы не позволим там каким-то подрядчикам, заказчикам, людям, которые не соотносят себя с Кубанью, с территорией, чистоты, благоустройство. И эту ситуацию нам нужно менять. Главы в том числе. Для меня и дорожники, но и вы несете эту ответственность. Не будем ждать 1 мая или 23 февраля. Мы любим работать под праздники. Только я боюсь, что с такой работой у нас будут просто коры мусора. Это надо делать своевременно. И проверьте еще раз. Вот сейчас снег расставил, все посадки. Нас любят чуть-чуть от дороги вправо метров сто и начинают свалку делать. Навести порядок коллеги. Поручить своим замам проехать, посмотреть, реализовать субботники, волонтеров, как угодно. Учитесь в этой работе. По прогнозам синоптиков, погода в ближайшую неделю успокоится. И Кубань ждет стандартная мягкая зима. Но в последние дни января метеорологи снова ждут мокрый снег и гололед. Поэтому вся техника и спецслужбы должны быть на готове в любую погоду. Обращает внимание всех собравшихся Александр Ткачев. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Валерий Пятов. Кубань, 24, Краснодар. Снимите по кадру.